Доброе утро, любимый город! Пока вы только просыпаетесь, нас с вами ждет встреча с актрисой, в которую влюблены абсолютно все мужчины без исключения. Я спешу на свидание к заслуженной артистке России Олесе Судзиловской. Олесь, мы рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге. Вы как настоящее весеннее солнце. Вы такой солнечный, я как раз туда от вас заряжаюсь. Вот, а я от вас заряжаюсь на самом деле. Сейчас прямо скажу, вот сразу передвигалась на автомобиле сюда, в театр, готовясь к репетиции, город совершенно по-другому для меня открылся. У меня много родственников в Санкт-Петербурге, у меня очень много истории связано с вашим городом, поэтому он для меня, в общем, родной. А сегодня я почувствовала очень интересную энергию. Он теплый, мало народу, потому что рано. Полное ощущение такого павильона проезжало все памятные исторические места, фантастической красоты. Олеся Судзиловская заслуженная артистка Российской Федерации. Вот это прекрасно. Изменилось ли в вашей жизни что-то? Тумблеры какого-то, фейерверками какими-то с шоколадными фонданами жизни? Нет. Я просто бесконечно рада, что сейчас очень много работы, и она приносит самовыражение. Чтобы это со мной произошло, было очень много людей, желающих, чтобы это со мной случилось. Семь лет назад Владимир Валентинович Меньшов, я его учителем называю, не училась у него, но Валентинович был один из трех мужчин с большой буквы. Для меня в них сочеталось и отцовство, и педагогика, человеческие качества, и гражданские. Валентинович Сас Соловьев и Говорухин. И так получилось, что они у меня все ушли почти в одно время. Было очень тяжело, потому что если ты не можешь разобраться, куда тебе пойти, правильно ты это чувствуешь или нет, то начинаешь представлять, что бы сейчас сказал Валентинович на эту тему. И все становится ясно, где добро, где зло, белое и черное. Если мужчины в вас влюблены, то девушки, естественно, видят в вас такую настоящую икону стиля, красоты. Вот расскажите, может быть, как добиться такого действительно позитива? Родители так воспитались, что я люблю трудиться, учиться, и мне это прям доставляет удовольствие. Педагоги у меня были фантастические. Я прошу все, я все. Позвольте. Все труд, у меня нет такого, что, знаете, меня вот прям, ну, и я полетела, только вот собираю лавры, нет. Я отдаю себе отчет, что если будет труд, я его пройду, тогда да. Ну, а домой приходите, снимаете маску? Пришел домой, корону с ними. У меня это не получается, да, может. Но я шучу, у меня очень хорошо в этом смысле влияет на меня старший сын, который мне говорит. Он называется так трюхой. И корона там остается за пределами нашего периметра дома. Есть база «Безумный любви к жизни». У меня батя такой был, он фантастической красоты, мама очень красивая, папа, и всегда был в хорошем настроении. Все продавщицы нашего двора его обожали. Нам какая-то доставалась колбаса сосиски, я только стояла за прилавком там вот внизу где-то. Думала, как он это делает? Детям передаете вот эту вот базу? Я всегда им говорю, что даже если случится в твоей жизни катастрофа, ты приди мне и скажи. Я всегда останусь на этой стороне, я перегрузу глотку за вас, я не знаю, я их безумно люблю. И это, конечно, тоже исходит и от моего мужа. В общем, черпайте любовь, красоту, паузу, тишину во всем, что с вами происходит. И в этом будет вот этот позитив, везение, как угодно его назовите. Может быть, какое-то просто единственное легкое пожелание? Если город ждет любви, а вот сейчас вот прямо весна начинается, пусть в Санкт-Петербург придет любовь.